книга протеерея геннадия фаста в бога богатейте проповеди 2020 год издательство гранат проповедь край одежды иисуса и плат вероники исцеление кровоточивый марка 5 глава 25 34 стихи нижние края одежды покрывают стопы ног а есть одеяние верхние которые касаются главы и лика человека о тех и о других сегодня речь в самых северных пределах святой земли где она собственно уже завершается на том месте где от стекающихся ручьев ливанских гор и земных источников начинается река иордан у самого ее истока есть город кесария филиппова этот город издревле был ознаменован особым идолопоклонством там было много древних идолов у римлян там было капище бога пана и свой городок жизнь в этом городке по тем временам и устроению быта целевизованная там обитала одна весьма богатая семья у которой все хорошо складывалось в этой жизни только жена хозяйка очень тяжело заболевает звали ее вероника она поражена женской болезнью кровотечением которая не прекращается и от которого она никак не может избавиться пользуясь возможностью своего земного достатка и своих богатств она обращается к лучшим врачам того времени не ограничиваясь только своим городком а ищет их всюду это дел длится из года в год так что она едва и менее свое растратила но так и не прекращается кровотечение так и не находит она исцеление по прошествии очень долгих для нее 12 лет и вот она по какому-то поводу находится в иудейской земле она слышит о некоем галилеянине который исцеляет очень многих больных оказывает милосердие страждущим ей действительно удается оказаться на месте где он находится его окружает очень много народа толпа теснит его со всех сторон не дерзает она обратиться к этому человеку совершенно удивительному о нем говорят что он мессия израиля много или мало она в этом разумеет но она ощущает и воспринимает какую-то божественную этого человека и не дерзала к нему приступить но куда деваться и вот превозмогая все свое внутреннее смущение она как-то пробивается в толпе нет она так не дерзнет обратиться к иисусу и попросить у него исцеления она ему ничего не скажет она даже на лицо ему не по не покажется только припадет к самым ногам туда где края его одежды края его хитона она делает с это с великим смирением с каким-то внутренним сокрушением и пожалуй даже с какой-то отчаянной верой знаете есть состояние такое в человеке когда отчаяние вера смыкаются и вот с таким чувством она касается края одежды галилеянина иисус идет он не оборачивает свою голову но вдруг спрашивает кто ко мне прикоснулся кто прикоснулся его теснили вообще-то со всех сторон тогда уж петр как всегда уста апостолов говорит учитель тебя со всех сторон теснят люди нет говорит иисус это просто толкучка а я почувствовал что сила из меня вышла и тут эта женщина вероника чувствует что не скрыться ей и признается что это она дерзнула коснуться одежды ведь то что почувствовал иисус что вдруг из него какая-то сила вышла то почувствовала и она она ощутила пришедшую силу и кровотечение остановилась она явственно восприняла свое исцеление и суд смотрит на эту веронику любящим милующим взглядом народ поди недоволен дело то было в том что иисус торопился и тут был начальник синагоги человек знатный важный у него была крайне больна девочка дочь иисуса вели именно к ней а народ фактически мешал ему передвигаться двигаться туда а тут еще это досада с непонятно откуда взявшийся женщиной однако иисус не обращает никакого внимания и ободряющий говорит дерзай чадо вера твоя спасла тебя иисус не останавливаясь идет дальше туда к и аиру куда его вели а эта женщина вероника прикоснувшись к краю одежды галилеянина иисуса получила исцеление получила то что не могла получить практически истратив свое достаточно богатое имение в тот раз она вернулась домой но это только половина истории это была история о том как женщина прикоснулась к краю одежды иисуса который которая покрывала стопы его пройдет сравнительно не так уж и много времени и обстоятельства будут чем-то похожие а в чем-то совершенно иные сута с утра преданный одним из своих собственных учеников он был на суде суд нашел его достойным смерти после синедриона он предстал предмогущественным римским прокуратором понтием пилатом тот всячески пытался его освободить но не смог и смертный приговор все таки подписан после этого иисус был отведен в приторию и там его били зачем а просто так его приговорили к смерти но мало этого как то еще позабавится немножко охота его привязали к столбу бичевания и просто так били били бичами били много он уже был весьма окровавлен на голову возложили терновый венец шипы которого вонзились в его чело кровь обогрила его лицо от ударов бичей тело кровоточило и вот уже после этого на него было возложено древо крестное это тяжело это физически тяжело ведь древо весьма большое оно таково что на нем должно быть место расположить человека и вот приговоренный смертной крестной казни несет это древо и русалим к празднику пасхи собирались сотни тысяч людей паломников со всего мира от далеких пределов страны индийской и до западных пределов испании всюду уже в то время были рассеяны иудеи было огромное количество людей узенькие улочки и русалима приговоренный крестной смерти несет это древо крестное вокруг люди и как в тот раз когда его вели девочки дочери аировой чтобы ее исцелить со всех сторон была толпа так и сейчас были люди много людей только было все как-то не так на этот раз сильно то никто к нему нижался он изнемогая под тяжестью креста шел один рядом были войны которые подбадривали его ударами бичей чтобы он не останавливался народ был в стороне были зеваки которые смотрели что тут происходит были люди которые знали кто это и куда его ведут только с ним не было учеников не было того самого петра не было и других они по малодушию своему по боязливости своей в тот раз не были рядом и как некогда иисус почувствовал что сила и зашла от него только на этот раз у него ее просто не было если тогда это была некая божественная благодатная сила то теперь у него не было самой обычной просто физической он падал под тяжестью креста а еще под невыносимой тяжестью предательства отречения трусости боязливости неверности непонятности одиночество посреди толпы вот это его страшно давило и он даже падал под этой тяжестью креста казалось не донесет сил нет покинули его и он в очередной раз падает вдруг в этот раз как некогда опять совсем неожиданно откуда-то взялась женщина у нее оказался некий сосуд с которым она быстро подбежала к иисусу это была вода она дала ему и спить она омыла его лицо взяла плат этим платом промокнула лик это была вероника та самая вероника которая когда-то ни на что не решалась ни на что не дерзала скромненько тихонечко повезло ей протиснулась она тогда сзади прикоснулась краешкой одежды тогда было ей плохо она невыносимо изнемогала от своей болезни и тогда от него к ней пришла сила исцеляющая а на этот раз изнемогал он на этот раз все силы покинули его ближайшие вернейшие покинули его она взбодрилась он смог опять встать это место на скорбном пути вера долл роза и сегодня указывает со благостисти благости счастливым паломником вероника через какое-то время вернулась домой в иерусалиме у нее было жилище ведь она была из очень богатых людей теперь в полном изнеможении она упала как это было жутко страшно непонятно за что почему для чего ответы ни на один вопрос не находила и вдруг она замечает своей руке тот самый плат то полотенце ее душевное изнеможение никуда невзирающие глаза вдруг смотрят а на том полотенце не просто остатки крови и пот от того который когда-то ее исцелил на нем лик его платы вероники два есть нерукотворных образа господа тот который она не художник посланник из едесы получил и этот плат вероники первый раз ни на что не дерзая дойдя до грани отчаяния и безысходности она в каком-то последнем рывке веры коснулась края одежды галилеянина а на этот раз невзирая на воинов которые столбенели и растерялись даже не нашли в себе силы и сообразительности воспрепятствовать она платом отерла лик само божественное лицо галилеянина первый раз из него и зашла сила и она исцелилась второй раз к нему пришла сила и он встал и дошел до места до которого дойти был должен вот край одежды покрывающие стопы и вот плат коснувшийся лика и вот вероника для нас это святой образ такое может произойти с нами и происходит первый раз покаяние смирение своей уничиженности своей опустошенности и обездоленности мы прикасаемся к покрывающим его стопы краем одежды и получаем от него силу силу которая не только позволяет нам жить дальше но которая исцеляет и совершенно изменяет нашу жизнь казалось теперь живи радуйся веселись но оказывается это только первая часть истории а есть вторая и она по каким-то божьим духовным законам не только бывает но бывает неминуемо сегодня мы получили исцеление от господа сегодня ты коснулся края его одежды сегодня ты был нечист ведь болезнь вероники была не просто болезнь когда что-то болит это была болезнь ее нечистоты тогда времена были не те что сейчас никто не имел права и прикоснуться к ней никто не имел права даже сесть на скамью на которой она сидела и эта богатая патрицианка была в такой нечистоте с таким недугом и она получила от него исцеление так и мы с вами имеем не только скорби но имеем эту нечистоту нечистоту нашей души скверну которая скверняет даже прикасающихся к нам и от этого мы получаем исцеление получаем исцеление когда мы плачем когда каемся когда не лезем нагло вперед с осознанием своего достоинства и с притязаниями ко всем от того что наша жизнь не сладко нет исцеляемся когда преподаем к стопам иисуса но это только первая часть истории а если 2 когда плохо будет ему и и когда немощен будет он что такое бывает да бывает этот который пять тысяч человек хлебами насытил который по водам ходил ветрам запрещал легион бесов изгонял болезни исцелял настает день и он сам в абсолютной немощи когда он не может ничего когда своей немощи он падает его придавливает крест он в поругании и осмеем а где в этот день ты где в этот день я мы рядом с ним мы прикасаемся к нему когда нам нужно когда нам плохо мы родня тому самому русскому мужику который не перекреститься пока гром не грянет а если не грянул то мне никто и не нужен у меня все хорошо я здоров и даже состоятелем я успешен мне бог помог слава богу да но тот через которого ко мне все это пришло сегодня падает изнемогая у него больше нет сил где я в этот день где тот плат которым я отираю его лик о да никто же не достоин прикоснуться к лицу его до не достоин мы и к иконам приступая никогда никогда не целуем их лик и лик спасителя не достойны поцеловать это было бы каким-то хамством а вот в тот день про достоинство не говорят в день когда ему плохо в тот день его лик покрыт кровью и потом и в такой день прикасайся прикасайся своими недрогнувшими руками прикасайся платом отирая этот лик освежая его пусть сегодня через этот мой поступок он приобретет силу чтобы встать чтобы встать и идти боже мой такого быть не может это мне бог нужен чтобы я встал я ему не нужен чтобы он встал так бы было если кроме всевышнего мы больше ни о ком не знали если бы всевышний не стал нижайшим не стал немощным человеком преданный проданный отверженный осужденный избитый и в изнеможении своем несущий крест многие им не откажешь в уме в этот день не рядом зачем теперь там зачем теперь он и сам себе помочь не может тем более он не решает мои проблемы это у меня будет куча проблем если вдруг окажусь рядом может и будет и что не будешь рядом уйдешь убежишь струсишь или просто зевнешь тут мол уже делать нечего вот это вторая часть истории наши отцы и матери еще в сравнительно недавние времена получают господа бога от христа иисуса богатые милости порой исцеления в назначенный день когда деревянные церквушки подгоняли трактор и уже слышен был рог от его они становились вокруг своей церквушки и глядя на тракториста брались за руки если уж давить ее так дави сынок и нас они в этот день второй страницы нашей истории простирали плат защиты господу когда безбожники делали плохо ему когда делали ему очень плохо все это бывает в нашей жизни я не думаю что кому-то удастся пройти вот так красиво пара по тротуару мощеного брусчаткой однажды ты об этом и думать не будешь а вдруг услышишь и увидишь как мимо тебя поведут его и где ты будешь прострется ли твоя рука подать ему плат иногда это бывает и через наших ближних случается через кого-то из них мы подай подается исцеление нам нам дается радость жизни бывает через кого-то из них мы узнаем бога через кого-то из них устрояются наши дела и все тогда так хорошо и он такой хороший а потом вдруг осужден оплеван избит предан продан и будешь ли ты в этот день рядом с ним или соблазнишься или смутиться твой дух начнешь думать может по делу ему или ты не будешь думать а любовь твоего сердца сама твоими руками прострет ему плат первое и второе целительный край одежды которую мы прикасаемся и плат который дай бог чтобы у нас нашли силы простреть клику его аминь